МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Госпомощная ипотеку. Можно ли воспользоваться сертификатом сразу после рождения второго ребенка? Как снег на голову? Откуда в квитанциях многотысячные суммы? Нежданный гость должен ли пристав предупреждать о визите? Проблемное соседство. Когда запах выпечки не в радость? Квартира на продажу. Есть ли льготы для предпенсионеров? Странные прохожие. Куда сообщать о своих подозрениях? Редкая болезнь. Как получить бесплатное лекарство? Золотая коммуналка. Может ли государство помочь? В сентябре у нас родится второй ребенок, и мы хотим взять ипотеку. Можем ли мы после оформления маткапитала сразу перечислить деньги за ипотеку или нужно ждать три года? Сколько по времени длится процедура оформления маткапитала и его перевода застройщику? И маткапитал идет на основной долг или проценты банка? Да, вы можете направить средства материнского капитала на погашение ипотечного кредита, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. Сначала вам нужно подать заявление на получение сертификата на материнский капитал. Срок рассмотрения заявления составляет примерно один месяц. А затем подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Срок рассмотрения также один месяц, и в случае положительного решения вам будут перечислены средства в течение десяти рабочих дней. У меня такая вот ситуация. Ну, судебный пристав пришел ко мне домой, ну и без предупреждения отписывать начал имущество. Но проблема в том, что только в процессе этой описи моего имущества я узнал вообще о наличии исполнительного производства. Правомерны ли действия судебных приставов? По общему правилу, исполнительные действия совершаются с предварительным уведомлением должника. Однако в случае составления акта описи ареста в качестве обеспечительной меры судебный пристав исполнитель имеет право не извещать должника о планируемых исполнительных действиях и явиться домой к должнику для того, чтобы составить акт описи имущества. Жилищный комплекс Петергоф одна из жемчужин Сыктывкара. На сайте строительной компании мы нашли изображения домов комплекса такими, какими его задумали проектировщики. Тут тебе и паркинг, и просторные кладовки для домашних заготовок. Приобрести такое элитное жилье на первых этапах его строительства пожелали многие. Одна из особенностей – огороженная ажурным забором территория. Однако, когда первые счастливые новоселы год назад стали переселяться в новенькие апартаменты, они увидели двухэтажную пристройку, которой раньше в проекте не было. Изначально вот этой вот пристройки ее не было вообще. То есть мы покупали квартиру, зная, что здесь будет двор. То есть на месте этой пристройки предполагалась детская площадка. Тут предполагался забор фундаментальный такой красивый. Вот. В итоге получилось то, что у нас, то, что мы имеем, ресторан, который, ну, грубо говоря, мешает нам жить. Такое соседство новоселам не понравилось. Приятные поначалу запахи выпечки проникали в квартиры, пропитывая и одежду, и предметы быта. К тому же посетителей ресторана облюбовали для курения крыльцо одного из подъездов. Неоднократно их видел. Вот здесь они курят нас под козырьком. Я видел это. Реально. Люди выходят, просто дождь идет, они не обеспечивают. Один только этот желтый бак, чего стоит у нас здесь. Идешь, он в глаза бросается. А вечером запахи идут такие, как будто здесь чебуречная стоит. Вот просто вот здесь вот этот пятачок, оно закручивается, и оно стоит здесь прям запах. Я не завидую людям, у которых здесь квартиры наверху. Они просто реально не могут летом открыть себе окна. Доставляет жителям комплекса хлопоты детская площадка, которая изначально должна была расположиться внутри двора за ограждением. Теперь она за территорией. А ее несовершеннолетние посетители со всей округи очень полюбили качаться на хлипкой сетке, а в дождь прятаться в подъездах Петергофа. В суде было доказано, и суд признал, что вентиляция данного ресторана, в принципе, по нормам, если они решили здесь открываться, должна была быть вынесена выше всех живых этажей, чего не сделано. То есть вентиляция находится на уровне третьего жилого этажа, окна выходят напрямую к вентиляции. Ну и, естественно, дым, запахи мешают не только с 133-го дома, а также с 185-го дома. Дворовая территория у нас одна здесь. Дома расположены так, застройщиком, что ветер тут у нас гуляет постоянно, с Карломаркса в сторону крутой. То есть весь дым, вот это то, что у три стороны, идет на окна, а также с 185-го дома. Портить фасад высотки вентиляционными трубами вровень с крышей тоже не вариант. После предписания Роспотребнадзора, по которому деятельность ресторана приостановили на месяц, владелец этой точки общепита спешно установил новую систему фильтрации воздуха. Как нас заверили сотрудники заведения, вентиляция справляется с запахами на 95%. У нас стоит гидрофилд, который итальянский, они начальство уже установили. Значит, такой фильтр, там 95%, это уже там ни дым, ни запах, ничего не выходит. Даже такой фильтр в Сиктивкаре ни у кого нету. Это мы установили. Придет, наверное, комиссия проверит все. И я так думаю, что тело уладится. Я так думаю. Но собственников квартир, обратившихся в нашу программу, больше волнуют не запахи и не тем более качество еды, оно здесь на хорошем уровне. Их возмущает то, что точка общепита появилась на их территории без всякого с ними согласования. Мы написали коллективную жалобу в конце декабря также. И в администрацию города Сиктивкара в январе пришло письмо, из которого мы узнали, что это помещение административного назначения. И для того, чтобы сделать реконструкцию под общепит, необходимо собрать пакет документов и согласие обязательно собственников надо, чтобы сделать реконструкцию. Согласия нет. То есть, вот, общего собрания по вопросу о том, чтобы сделать реконструкцию, не было. В этом письме, датированном 22 января сего года, за подписью первого руководителя администрации Сиктивкара Натальи Хозяиновой, указано, что перевод жилого помещения под кафе-ресторан возможен на основании части 3 ст. 51 Градостроительного кодекса. В том числе, цитата, «при наличии согласия всех собственников помещения многоквартирного жилого дома». Конец цитаты. Но уже с прошлого года этот общепит вовсю действовал. Даже несмотря на возбуждение со стороны стройжилотехнадзора КОМИ, дело об административном правонарушении. В ходе проверок выявлены факты действительной эксплуатации и вынесены решения о поручении к административной ответственности юридического лица, который является арендатором данных помещений. И было привлечено к административной ответственности по эксплуатации данного помещения и за отсутствие разрешения на ввод пристройки. То есть там была проведена реконструкция этих помещений, отличная от проектной документации. Работы были проведены после выдачи разрешения на ввод администрации города по всему зданию, то есть дома и пристройке. Они провели работу по реконструкции, дали ввод эксплуатации. Ну то есть они без разрешения администрации это делали? Да, без разрешения. Мы запросили документы у собственника пристройки, которую арендует хозяин кафе-ресторана. Представитель владельца помещений нас заверил – все со всеми согласовано. Как представитель собственника заявляю, что ресторан работает на законных основаниях. Мы получили все документы необходимые для работы здесь общепита до 50 мест. Получили разрешение с администрации и зарегистрировали все изменения в Росреестре. Необходимо. А вот и само решение мэрии, правда без даты, о согласовании переустройства или перепланировке помещений, выданное арендатору. Согласно этому документу, ремонтно-строительные работы должны были начаться только в апреле этого года и завершиться в октябре. А вот акт от 16 мая, что, мол, перепланировка выполнена в соответствии с проектом. Но в этих бумагах ни слова о том, что в этом помещении можно разместить точку общественного питания. Не говоря уже о согласии на это собственников квартир. «Человек, подписывая договор участия в долевом строительстве, покупает не только квартиру, он покупает еще долю в общем имуществе здания. Поскольку доля в общем имуществе здания следует правовой судьбе объекта, собственности, то собственник должен понимать о том, что он имеет право не только защищать свои права и интересы в отношении своей квартиры, но и в отношении придомовой территории, в отношении объектов общего имущества дома. Если территория общего имущества, площадь, была уменьшена вследствие каких-либо изменений в проектную документацию, это будет являться основанием либо для расторжения договора участия в долевом строительстве, либо, если человек не заинтересован терять квартиру, это может повлечь за собой, что собственники вправе взыскать соответствующую компенсацию с организацией застройщика. В любом случае отстаивать свои права собственникам квартир в жилом комплексе предстоит в суде. Там они могут обосновать и свое несогласие с присутствием на их территории кафе и с тем, что в проект были внесены изменения. Подать заявление можно индивидуально, коллективно или от лица совета дома. В квитанции за март появилась большая сумма – почти 10 тысяч. В управляющей компании сказали, что это корректировка за отопление. Куда жаловаться на такие большие счета? Каждый год в первый квартал нового года мы с вами получаем квитанции, где есть строка корректировка платы за отопление. Очень многих возмущают суммы. Зачастую доначисляется до 15 тысяч в каждой квартире. Из практики работы хочу сказать, что нормальная корректировка плюс-минус 3 тысячи рублей. Что такое, по сути, корректировка? Это разница между тем, что фактически в доме потребили во всех помещениях и тем, что всем собственникам помещений начислили. Как нам проверить корректировку? Первое, что мы с вами делаем – узнаем площадь всех помещений, как жилых, так и нежилых. Нежилые помещения тоже участвуют при корректировке. Эту информацию мы можем с вами получить только в управляющей компании. Также информация размещена на сайте ГИС ЖКХ. Вы можете по ссылке перейти и посмотреть по адресу дома, какие же нежилые помещения и жилые, какое их количество и площадь в вашем доме имеется. Следующее, что мы должны получить – информацию о потреблении. Я всегда рекомендую не запрашивать табличку с конкретными гигакалориями, а просить акты списания показаний общедомовых приборов учета. Именно по этим актам можно будет действительно посмотреть, сколько гигакалорий в каком месяце в многоквартирном жилом доме было потреблено на отопление. И третье, что нам нужно будет – это наши с вами квитанции. То есть посмотреть ту сумму, которую нам с вами начислили и мы с вами оплатили. Все эти показатели складываются и по формуле вычисляются. Таким образом мы с вами получаем, какую же сумму мы должны доплатить или нам должны вернуть за прошедший год по отоплению. У меня выявили редкое заболевание – лейкоз. Лечение, как сказали врачи, требуется долгое и затратное по деньгам. Что мне делать, чтобы получить бесплатное лекарство для лечения? Лица, страдающие орфанными, то есть редкими заболеваниями, должны быть включены в соответствующий реестр, который ведется Министерством здравоохранения Российской Федерации. Если вам установили диагноз, входящий в перечень орфанных, то есть редких заболеваний, должна быть соответствующая отметка, произведена в медицинской карте пациента. В течение пяти рабочих дней медицинская организация должна уведомить Министерство здравоохранения Республики Коми о том, что имеется пациент, страдающий орфанным заболеванием. В свою очередь Министерство здравоохранения Республики Коми передает данную информацию Министерству здравоохранения Российской Федерации. Закуп лекарственных препаратов для лиц, страдающих орфанными редкими заболеваниями, осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации на основании данных, направляемых исполнительными органами субъектов. Жители республики спрашивают меня, как получить субсидию за ЖКУ. Поясняю, федеральный стандарт доли собственных расходов россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг не может превышать 22%. При этом компенсация начисляется вне зависимости от вида жилого помещения и прав на него. Это может быть как наем, так и собственность. При этом неважно, где находится жилец – в армии, в местах лишения свободы, в больнице, либо признан безвестно отсутствующим. В таком случае компенсация полагается его семье. Самое главное – это отсутствие долга за ЖКУ. Ну а если таковой допущен, достаточно заключить соглашение о его погашении. Это реструктуризация. При этом помните, что компенсация рассчитывается ежемесячно и зависит от оплаты за конкретное жилое помещение. Эта схема актуальна для жилфонда всех городов и районов нашей республики. И это все на сегодня. Присылайте вопросы и жалобы, а также не забывайте отправлять свои видеоображения. Вся контактная информация сейчас на экранах. Если вы дозвонились на автоответчик, кроме вопроса оставляйте номер своего телефона для связи. И помните, только вы сами можете решить вашу проблему. Главное – действовать. Ну а мы в свою очередь подскажем как. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин